Поле зрения – поле футбольное. Шесть команд из трех субъектов готовы бороться за главный кубок турнира. Спортсмены 2016 года, а значит, для многих из них это первые серьезные соревнования. От имени главы муниципального образования Лобинский район Забураева Владимир Владимирович, рад вас всех приветствовать. Желаю всем зрителям незабываемых впечатлений, а футболистам успехов, удачи и только победы. Турнир посвящен памяти легендарного советского спортсмена Всеволода Боброва. Призы – от продюсерского центра «Динамо Москва». Поддержать юных футболистов приехали представители краевой власти. Статус соревнований высокий, старт в большой спорт очевиден. Как и любые соревнования, это отличный повод проявить себя, каждому тренирующемуся спортсмену выложиться на все сто и показать то, к чему он стремился определенный период. Ждем накала страстей, ждем жары на самом поле. Задача нашего комитета, в первую очередь, выявлять ребят спортивных и талантовых и им оказывать максимальную поддержку. Поэтому мы сегодня здесь, мы тоже привезли призы от комитета Совета молодых депутатов. Поэтому ребят сегодня будем поздравлять и с победой, и с участием, потому что для них это важное событие, праздничное событие. И нам очень важно их поддержать и показать то, что они выполняют колоссальную работу, они трудятся, стараются, и впереди их обязательно ждет успех. Турнир межрегиональный. Участники игр в Лобинске из Ставропольского края «Вектор», «Адыгеи», «Футбик», еще четыре команды из Краснодарского края, представители Мостовского района, «Самарянин» и «Торпеда», «Белореченского», «Юность» и «Лобинский фаворит». Значение этого турнира очень большое для всех российских, даже можно сказать, футболистов, потому что это был великий игрок советского времени. Он играл и в хоккей, и в футбол, олимпийским чемпионом был. Дети должны знать и помнить своих героев. Кто, как не мы, поколение, которое может их научить, чтобы они помнили о них. Дети готовились в обычном режиме, в тренировке, тренировке. Для них это одни из первых соревнований, которые, я надеюсь, они запомнят нам всю жизнь. Приехали побеждать. Ребята, я думаю, готовы. Будем бороться за медали, за призовые места. Играли в круговую шесть команд, и каждая почувствовала соперников. На трибунах тоже жарко. Кто сегодня победит, фаворит, фаворит, фаворит. Это молодцы, настоящие бойцы. Болельщики, в основном родители, дедушки, друзья и спортсмены команд постарше. Болеют за «Лобинский фаворит». Алексей Козлов сам играет в футбол, привел в спорт сына. Собрались сегодня на турнир. Болеем за «Фаворит», так как наш сын играет за команду «Фаворит» «Лобинскую». Тренируется уже он два года. И надеемся, что вырастет высококлассного футболиста обалденного. Поддерживать будем сегодня, не жалея ни слов, ни рук, не знаю, все голосовые связки, все будем рвать. Будем поддерживать, конечно, молодежь. Встречи прошли на трех полях одновременно. Сынок, давай! Это можно услышать, пожалуй, только на подобных турнирах. Будущие первоклассники вполне уверенно загоняли мяч в ворота соперников. Лидеров видно сразу. Например, Захар Козлов стал лучшим игроком команды «Фаворит». По итогам всего турнира лучшим и признанным Сергей Коваленко – вратарь лобинской команды «Фаворит», Никита Давыдов – защитник «Вектора», Роман Суботин – нападающий из «Торпедо» и лучшим игроком турнира стал Давид Захаров из команды «Торпедо». Награды получили все команды. А вот как распределились призовые места – «Вектор» – команда из «Таврополя» на третьем месте. Второе место занял лобинский «Фаворит». Верхняя ступень пьедестала у наших соседей из Востовского района. Чемпион турнира памяти Всеволода Боброва – команда «Торпедо». Дети в таком возрасте уже понимают, что такое спорт, спортивная дисциплина. Это воспитывает в них самые наилучшие качества. Что может быть лучше физкультуры, лета и хорошего настроения. Вторые – в межрегиональном турнире. Хороший старт для лобинцев. Юные спортсмены готовятся к первой фотосессии с медалями и дают первое в жизни интервью. Но соперники были достойные. Я представлял команду «Фаворит». Пытался победить. Самое сильное – это было Майкова. Тренируют лобинских футболистов Андрани Карагезяны, Василий Яблонский. Тренеры с большим опытом, которым, безусловно, удастся воспитать будущих звезд не только лобинского, но и российского уровня.